ну что поехали ну что я ищу это жопа да у нас так 303 267 сильно сильно загружено переднее левое сейчас мы взвешиваем а по заднице у нас все нормально вот и вся настройка весов оказалось что она изначально была неплохо развесована прям в последний день перед этапом заехали сделать развал пашка поздоровайся всем привет сейчас посмотрим что там за цифры мы накрутили после наших легких доработок по подвеске особенности развала на жигулях перед вторым этапом винницы выставляем немножко другие параметры по развал схождению что-то вот подобное осталось погрузиться и на венец у нас не бывает без приключений от одессы до венеции 425 до калиновки там четыреста пятьдесят километров и у нас не доезжая в умане у буза пропал наддув мы едем на простой атмосфере дизельной и в груженом состоянии с прицепом это уныло и так приключений не бывает буз потерял наддув и чтобы не опаздывать на тренировочки прыгаем в жигу я и дизмор и дурим вместе с профиллером на видницу и осталось всего 100 километров очень специфическое удовольствие но это мы запомним я не хотел меня заставили я не хотел с кучей приключений мы в калиновке на втором этапе winter drift и вроде бы сегодня холоднее чем на первом этапе минус 6 но при этом ездить намного приятнее лед монолитный его заливали неделю сверху посыпан снежком брустеры метровые в которые не грех зайти лишний раз и одна маленькая доработка по кивикару и это не новые диски это nokian хакапеллита 155 14 резина пока я ездил на треке первую сессию тренировочную все спутеры все наблюдатели были у нас здесь они спрашивали у юры что вы сделали с тачкой а деловременно сори там вообще ничего нету я выхожу посмотреть где удар а там ничего нету но у меня тоже ну если что я вы на вывернутом колесе к тебе заскочил и ну вроде тоже ничего нету это не я это чувак передо мной зауглился и что а где твои углы я с ним зауглился ты меня въехал можно в кадр попасть да привет привет да привет сегодня будем мы доехали мы доехали ты говорил что не знаешь таких людей которые своим ходом не доезжают вот мы доехали своим ходом ну вот ты сглазил меня я от ума не своим ходом ехал да у нас еще байбус нормально это что называется дай пять да да ну давай очень странный тайминг квалификация будет сегодня после обеда а сейчас пристреляться к траектории практически нереально потому что на треке всегда 15 машин ну мы поставили свежую резину и это дало свои преимущества узкая свежая резина машина стала быстро ехать машина стала управляема машина более конкурентоспособна вот кому тяжелее всех на треке только второй этап проводит а у нас уже иностранные гости Серега Сакс с пятой дверью и помятой задницей редкая возможность посмотреть весь экшен судейки у меня есть шанс ею сейчас воспользоваться Воспользоваться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впервые попробовал воспользоваться функцией прямого эфира в инстаграме и... Айфон! Фу-фу-фу! Здесь всего минус шесть, а он взял и выключился на семидесяти процентах батареи Видите ли, ему минус шесть холодно, блин! А там уже было целых пятьдесят человек присоединившихся и это буквально за какие-то минуты-полторы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренировка окончена, все собираются на брифинг, судьи прорисовали карту, а Леха Ленин выгоняет Кивикар, чтобы он сегодня выехал первым ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слухи, скандалы, расследования! Ну не может быть в Украине спокойно с... Ой, обычное соревнование дружеское! У нас возникает потребность даже здесь, вроде бы на фановом мероприятии, подавать протесты! Это соревнования, как ни крути, мы боремся за тумбочки, подиумы, и сейчас была ситуация, что часть пилотов едут реально быстрее. При визуальном осмотре оказалось, что их резина, та же самая хакапелита, что стоит у меня, что стоит у Лехи, шипшины. Только шип другой, шип вылазит всем телом и на неприлично большое расстояние. Прошлись по закрытому парку и обратили внимание, что многие пользуются такой фишкой, хотя в регламенте прямо прописано, шипование покрышек не разрешено. Только покрышки, которые были зашипованы заводом-производителем. Что сейчас выйдет из этого? Посмотрим. Протест еще не подан, но техком уже рассматривает форму шипа на моей хакапелите, на хакапелите у ребят с шипшины и на скоростных хакапелитах. Гонки! Гонки! Дождите. 23 номер. Не сенсация? То есть, для чем с ней? 0. 7. Аминь. Ой. Кстати, согласно регламенту, для того, чтобы подать протест, человек, подающий протест, должен сделать взнос. 2000 гривен. Это сделано для того, чтобы не подавали протесты почем зря. И в случае, если протест удовлетворен, 2000 гривен возвращаются. Если же сейчас откажут, то я попал на двушку гривен. Тут полтифпарка такого. Все на ремонтных шипах, потому что не могут пацаны покупать себе шипы. Я диплом писатель. Я на первом этапе ехал на новых шипах. Это не обсуждается. Это не обсуждается. Выявлен бак. Вот есть специальный лист Техкома. Выявлен бак. А какой бак? Чего? Это не обманывается. Это ремонт шины. Это ремонт шины с нарушением шипования резин. Каким нарушением? Как гражданский шип. Это не скот. Который торчит на миллиметр. А почему Техкома это не проверяется? Вы проверяете только по заявлению? Я течу, что там полтифпарка такого. Послушайте меня. Да, в бак. Пусть каждый тогда поднимет и упускает, что у кого такие шипы. Давайте поднимите, у кого еще такие шипы. А на пендемик тоже шиповался. Сам ошибка у кого? Один Ваня. Есть еще люди. Есть еще люди. Дальше. Меня же не померят. Еще два килограмма. Почему Техком это не обнаружил? Давайте будем писюльки ходить писать, как в детском флотике. Жаловаться. Мне никогда не хватит ни на кого пойти накатать. Я его без шипа на фрасе. Ну давайте порассуждаем, пока не началось. Чего вообще весь этот хиппиш произошел? Уинтердрифт изначально задумывался, как что-то в межсезонье, ради чего все пилоты готовы пожертвовать энную сумму денег, но на выходе получить веселье. И фан, и вот то самое унылое межсезонье украсить. Соответственно, теперь давайте расшифруем, что же такое веселье и фан. Самый большой впрыск адреналина и веселье ты получаешь только тогда, когда ты идешь бок о бок с, ну не соперником, а любым другим автомобилем. Эти машины не особо жалко, они недорого стоят. И поэтому ты можешь себе позволить аккуратненько на небольшой скорости приклеиться, цопкнуть. И это всем нравится. Это нравится тому, кого догоняют, потому что мы потом меняемся местами и у него есть шанс делать точно так же. Но возникает ситуация, что у нас включается соревновательный процесс. Соответственно, кто-то включает свои амбиции и очень сильно хочет победить. Я не знаю, давайте не буду рыться в чужих душах. Я могу сказать только одно. Изначально, чтобы уравнять пилотов с опытом, с новичками, было принято решение. Все ездят на заводском шипе. Ты можешь взять себе Nokia N-Hakapelita, бери ее, она на заводе зашипована. Не получается, ты можешь взять себе Rasao зашипованную. Однако, это условие, на котором едут все. Нарушение этих условий является ничем иным, как посягательством на то самое веселье. У тебя шип больше вылазит, у тебя шип в покрышке перешипован автобусным вот таким вот шипом. Машины едут быстрее. И ладно бы никакого преимущества не было, но люди, на которых я написал протест, оказались в первой пятерке квалифицирующихся пилотов. Из 30 плюс 35. Я против этого. Я приехал сюда получать веселье, мы договорились об определенных правилах. Правила нарушены, я высказал свой протест. Протест рассмотрели, протест был удовлетворен. Восторжествовала справедливость. Доброе утро, Кивикар. Минус 8, Кивикар. Удивил. Прикольная в Виннице зима все-таки. Слушай, снежок идет, да? Не жаль, не хоть зиму посмотрели. Опа, че. Опа. Ох, нифига себе, Леха дает. Опа. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Организаторы приняли решение, что люди, которые вчера ехали квалификацию на увеличенном шипе, остаются в этой же квалификационной позиции Если они сегодня поставят себе обычный шип, они могут ехать дальше А то, что они достигли такого квалификационного результата благодаря читерскому шипу, это остается без внимания Очень странное решение Очень странное Погоняемся 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 О, это 332, серое, серое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дальше будет интереснее. Подписываемся, ставим лайки и смотрим дальше блог Гринер.